Заседание Совета по культуре посетил в Рио губернатора региона. Павел Коньков отметил, что культура в области нуждается в серьезном финансировании. Особенно это касается районных центров. Ремонты требуются многим домам культуры и местечковым клубам. В этом году правительство выделит 30 миллионов на эти цели. Но сумма по сравнению с необходимой очень мала. Отметил Павел Коньков и некоторые огрехи в работе Департамента культуры. Учителя на селе жалуются на то, что видят редко вас, видят редко ваших представителей. Понятно, что у нас центр культурной жизни сосредоточен в городе Иванович. Но обращаю ваше внимание, что в Иванович сегодня проживает 40% из этих регионов. Светлана Шмелева рассказывает, в департаменте с этой проблемой знакомы и даже уже начали ее решать. Мы уже проработали в прошлом месяце в Ильинском районе. В эту пятницу нас ждут в Истековском районе. Поэтому все творческие коллективы, которые особенно работают у нас и развиваются на базе областного коррекционно-методического центра, в год культуры, они поездом обязательно проедут по нашему муниципальному образованию. В регионе функционируют 14 творческих союзов и общественных организаций, художников, писателей, театральных деятелей, дизайнеров, модельеров и даже журналистов. Каждая старается развивать свое направление и участвовать в общественной жизни. По инициативе музейной общественности пожилым людям, которые долгое время работали очень достойно в музеях области, предоставляется возможность бесплатного посещения наших музеев. Член общественной палаты Надежда Бруштейн вышла на Павла Конькова с инициативой создать союз работников филармонии и по аналогии с московским фонд помощи им. По мнению солистки Трио Меридиан, сотрудники филармонии незаслуженно забыты, а именно им в первую очередь среди работников культуры нужна помощь. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.